Шалом, друзья! Я Исраиль Парибский, Равин из Могилёва. Поздравляю вас с праздником Пурием! Опять еврейский праздник, законы, всё в порядке. В Пурием есть всего четыре закона. Я вам сейчас их расскажу, и вы отпразднуете Пурием по всем правилам. Первый закон – это чтение свитка Эстер в синагоге. Свиток Эстер – это книжка, которая рассказывает о всех этих событиях, которые произошли давным-давно, по поводу чего мы и празднуем, собственно, Пурием. Читается эта книжка в синагоге вечером при наступлении праздника и на следующий день, обычно с утра. Приходите в синагогу вечером, приходите в синагогу утром, слушаете чтение этой книжки и исполняете таким образом первый закон праздника Пурием. Второй закон – это угощение друзей. Друзей, кроме чтения свитка Эстер, все остальные законы исполняются днем. То есть праздник всегда у евреев наступает вечером, но законы, все кроме чтения свитка Эстер, исполняются уже с утра. Итак, угощение друзей. В течение дня нужно одному другу дать, угостить его двумя предметами еды. Например, картошкой и картошкой. Или томатным соком и селедкой. Неважно чем, нужны два предмета какие-нибудь еды. Что делать, если у вас нет кошерной еды? Все хорошо, есть легкий способ исполнить эту заповедь. Приходите в синагогу на банкет, там вас угощают чем-нибудь, дают вам там пирог и виноград. И вы не откусываете, а свою порцию передаете своему товарищу. Мужчины угощают мужчин, женщины угощают женщин. Меняете с ним порциями, таким образом вы угостили его, он угостил вас, вы оба исполнили закон, правильно отметили праздник Пурим. Угощаете друг друга. Важно при возможности не самому вручать, а назначить делегацию. То есть передать через кого-то. Это будет более бомбезно, это будет более торжественно, когда вы там два кусочка пирога или пирог с виноградом передадите через кого-нибудь. А он соответственно тоже вам через кого-нибудь. Все. Заповедь номер три. Это самый важный закон праздника Пурим. Это подарки бедным. Минимум двум беднякам вручить по какой-то минимальной сумме, для которой что-то можно купить. Наверное в Могилеве это будет полрубля. Двум беднякам вручаете какую-то минимальную сумму и таким образом вы исполняете заповедь. Но конечно, конечно не стоит останавливаться на маленькой сумме. Чем больше подарки, тем больше бедняков вы порадуете. Чем большими суммами или угощениями, тем больше вы радуете бедняков и тем больше вы радуете Бога. Если бедняку стыдно принимать, замаскируйте это под угощение. Не принято спрашивать распечатку со счета человека, который просит подаяния. Если он просит, видимо он нуждается. Что делать, если вы хотите найти настоящих бедняков и вы их не нашли в Пурим? Для этого у вас в общине есть раввин. Раввин всегда знает, кто нуждается, кому надо. Приносите раввину деньги, он передаст. Таким образом вы исполнили уже три закона праздника Пурим. И последний, четвертый закон, это банкет, это трапеза. Трапеза также исполняется днем. Поэтому если с наступления праздника Пурим вечером вы уже начали выпивать, имейте в виду, что с утра у вас будет похмелье, а вам еще нужно есть и пить на следующий день. Берегите себя, берегите близких, никого не побейте, ничего не потеряйте, исполняйте все заповеди. Итак, четыре заповеди. Это чтение Свитка Эстер вечером и утром. Это подарки бедным, двум бедным по какому-нибудь подарочку, хотя бы минимальной какой-то сумме или какому-нибудь чему-то приятному. Дальше это угощение друга, это одному другу нужно дать два предмета еды или там еду с питьем какому-нибудь вкусному. И последнее, что мы сказали правильно? Трапеза. Трапеза тоже исполняется в день Пурима. Вот и все, всего четыре закона. С праздником вас, с наступающим Пурим СМХ.